раз уж его я выползла на улице в 5 утра значит последнее время не выползая я просыпаюсь и еще там не знаю часик 2 в кровати так телефон юзаю текстики вам пишу там что-нибудь делаю раз уж я вывлезла покажу вам рассвет только его еще нет а рассвета еще нет а рассвета еще нет но он собирается быть скоро там будет рассвет пора гамаки вешать на балкон и на балконе встречать рассвет и на балконе в смысле на крыше вот они мои горы любимая какая-то белая птица полетела большая вот про этот забор я вчера говорила что они его построили от коров ну и вот этих людей которые сломали вот здесь четыре метра три чтобы себе землю забрать такая нехорошая что у них ничего не получилось подрисать и сделать ничего не растет окном они конечно под подкопали знатно ну бог с ними есть как есть от нас не уводит ну 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 и ну это ну 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 я мое утро шары рассвет гамак всем доброго утра там уже рис раз костер развели чтобы изготовить дым идет и а и и а и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Вот такой у меня сегодня прекрасный рассвет в гамаке на балконе. Я подумываю принести сейчас сюда стульчики, молочко, плиточку и понаслаждаться этим видом еще и вам показать. Ну, кайф же! Птицы летают, шары летают. Красота! Доброго всем утра! Пока решила цветочки полить. У Лёлика уже рацион открываю клетку, летит на дерево на свое. Пойдем кофе со мной пить на вверх, пойдем. Пойдем, там солнышко, пойдем. Жопа! Он там брат взял у меня ключи от машины. Лай попросила его сегодня съездить, поменять масло. Сегодня Будда день, никто не работает. Поэтому можно женяться какими-то делами. Короче, поменять масло. Лай там что-то шебуршит еще. Принес завтрак, Лай. А я еще поделюсь. Смотрите, помните, это то, что мы с Элькой и Оном выдергивали растения. Мы думали, что они все умерли, а они вот пока еще даже не умерли. Блин, вот тут, видите, почечки. Так что будем посмотреть, может быть, оно все еще и отойдет. Я пока тут лайфы пилю. Мототаксист привез Наташу в гости. Я ей кактусы обещала. Чего ругаешь? Не надо ругаться. Лёлик в лайф улетел на дерево. Я прислалась вниз, искала его из скала, а он вот на этом дереве. Наташа его фотографирует, а он ругается. Ругается. Чего ты ругаешься? Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. В Лон Пробанк приехала. Рассказываю, как тебе Лон Пробанк. Лон Пробанк нормально. Но одни китайцы и корейцы везде просто. Больше никого нет. Русских там парочку. Европейцев мало, одни везде китайцы. Но классно, мне очень понравилось. А что тебе, китайцы мешали как-то еще? Мы когда катались по Меконгу, была я и группа китайцев. Ну вы в разных лодках или в одной? Нет, на одной, на одной. А что ты, ну все, вообще приваты. Они меня вытащили танцевать. Я сижу, говорю, я не хочу. Они-то дискотеку устроили. Говорят, пойдем с нами танцевать. Не, нормально. Вот, покатались, прикольно. Ну а что ты тогда сразу, одни китайцы? Не, 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 просто говорю, что русских европейцев очень мало. А ты хотела русских и европейцев? Нет, наоборот не хотела. Но я про другое, я к тому, что все-таки вот в Лаосе больше едет отдыхать, наверное, вот оттуда. С Китая, с Таиланда, с Кореи, мне кажется, чем вот европейцев. Хотя в Ван Йенге там очень много европейцев именно. То есть ты какой день уже в Ван Йенге? Второй, третий? Я позавчера вечером приехала, я считаю, вчера. О, нет. Где была? В Сакуре-баре? В баре ходила. Потом ездили на Каякинг, ездили, по пещерам полазили, посмотрели. Нет, очень здорово. Мне понравился Лаос на самом деле. Я не знаю, почему многие выбирают отдых именно с морем. Я считаю, что море и океанах не самое главное. Природа, блин, здесь вообще просто супер. Здесь очень хорошо, здесь. Вот и люди хорошие. Ты познакомилась уже с кем-то? Смотри, тебя привез какой-то парниша. Не, ну парниша это на рецепшене у нас в отеле. Я попросила, говорю, довезешь вам. Он говорит, да, довезу. Обратно надо сейчас забрать. Ну, здорово, здорово. Не, так хорошо. Здорово. Классно. Приезжайте все в Лаос. И будет вам счастье. У тебя счастье-то есть в Лаосе? Ну, счастье в плане созерцальной красоты есть. Тоже первый раз куда-то поехала одна. Никогда не ездила все время с кем-то. И я поняла, что одно отдыхать-то не так уж и плохо, на самом деле. Такая небольшая перезагрузка. И очень даже ничего. Очень даже хорошо. Да, варим кофеек в турочке. С видом на горы. Вид вообще офигенский. Только ради такого вида хочется остаться здесь жить. Вид просто супер. Че еще расскажи? Вернешься домой? Вернусь домой. На следующий день на работу. На следующий день на работу. Я считаю, приезжаю. Ну, как, в субботу поздно вечером приезжаю. Воскресенье отдыхаю. В понедельнику заработаю. Не хочу. Не хочешь работать вообще? Хочется вот еще на пару месяцев вот такой релакс. Но, к сожалению, это невозможно. Ну, каждый сам кузнец своего счастья. Это да. Это да. Я говорю, надо решиться, надо решиться, чтобы кто-то дал такого пинка, что все, пора. А что самому себе, если пора? Это же только твое. Ты знаешь, это только мое, но есть ряд причин, по которым тоже. Но причины же это тоже твои. Но причина у меня папа достаточно уже, не молодой, один. Тоже его не бросишь. Не оставишь. Там, самое главное, наверное, причина, это папа, которому уже под 90 лет, и я не могу его бросить одного. Это самая главная причина. А он уже никуда не поедет. А так, наверное, больше остальных причин-то других, наверное, произойдет. Что, два месяца папа без тебя не проживет? Понимаешь, если два месяца я уеду на два месяца. Ну, ты говоришь, два месяца. Нет, если я уеду, я сейчас говорю, что если вообще свалить. А так, на два месяца, если уеду, я останусь без работы. То есть боишься потерять работу? Не то, что боишься потерять. Просто она есть и достаточно хорошо оплачиваемая. И там просто, если я уеду на два месяца, то и 100% не будет. Даже 200%. Потому что это госучреждение, это мод фиксированный. Определенные дни и определенное количество дней. Ты же говоришь, что тебе не нравится работа. Не нравится, да. Но деньги-то есть. А ты считаешь, что в другом месте их не будет? В другом месте у меня одно образование и другая работа, она будет, в принципе, такая же. Я не могу сказать, что она совсем не нравится, что я устала от нее больше, чем мне нравится. Больше от нее устала, наверное. Не знаю. Надо полностью себя поменять, чем-то другим заниматься. Ну, пока, наверное, не то, что не готова. Может быть, боюсь этого. Никого знает. Все может быть. Все может поменяться в один день. Ну, просто вопрос, действительно ли ты хочешь, или это просто разговор. Ну, ты говоришь, что зависло бы на два месяца. Я бы зависла. Я, говорю, у меня вообще много раз возникало желание вообще уехать из России куда-нибудь в такие места. Но я говорю, если уезжать, даже, ну, квартира бы сдавала бы. Но здесь другое, другие деньги, другая жизнь. Держит папа. Я говорю, ты, чтобы уехать до конца, говорю, у меня старый папа. Я его одного не брошу. Ну, то есть ты хочешь сказать, что вот сейчас что-то случится, и ты вернешь, что ты уедешь из России после того, как папа... Да. Я думаю, что процентов 80, что я уеду. Я очень все чаще-чаще об этом задумываюсь. Все больше знакомых друзей уезжаю. А куда поедешь? Не знаю. У меня знакомые уезжали и в Израиль, и в Грузию, и в Южную Америку. Ну, мне нравится, наверное, больше Азия все-таки. Может быть, та же самая Шри-Ланка. Я там пять раз была, мне очень нравится. Но не Европа точно, не Южная Америка точно. Уже узнала, как там с визами на Шри-Ланке, нет? Узнала, там без виз есть, и там можно продлевать спокойно. Там живут многие русские, нормально там все это можно сделать. Не знаю, но я думаю, что процентов 80, что я потом свалю куда-нибудь. Ну, то есть работа тогда тебя уже не будет держать? Буду сдавать квартиры, и все. Я думаю, что на эти деньги я проживу. Ну, вполне. Там три квартиры, если я буду, одну сейчас сдаю, в одной живу, и одна папина. Если, допустим, я уеду, три будут сдавать, я думаю, что проживу поздно. Так зачем тебе тогда вообще работать? Ну, сейчас-то я не сдаю, я там живу, и папа живет, поэтому все равно. Ты знаешь, совсем не работать, сидеть без дела тоже это... Ну, тебе же не нравится то, что делать? Можно же делать что-нибудь, что нравится. Не нравится, что не нравится, потому что я устала от нее. Но совсем тоже сидеть дома без всего, это... Не знаю. Ну, почему сидеть дома? Заниматься чем-нибудь? Заниматься чем-нибудь? На, держи кофе. Что тебе приятно. Вот что тебе нравится, чем заниматься? Да, я пока об этом не думала. Ну как, сколько тебе уже лет, ты об этом не думала? О чем ты думала все эти годы? Занимаюсь одним делом. А чем еще? Минбо. Пока не знаю, чем бы я еще хотела заниматься. Лет, а на пирсе как-то. Давай завтракать пошла. Брат забрал машину, масло менять. Он говорит, надо телефон взять, потому что там оплачивать надо будет. Он напишет. То есть замкнутый круг получается. Ну, наверное, в какой-то степени нет. Чем хочется заниматься, не знаешь. Как жить, не знаешь. Ну, я всегда с детства еще мечтала. Ну, я работала в ветеринарке. Нравится с животными все-таки, наверное, больше, чем с людьми. На самом деле. Что-нибудь такое. Ну, а что сейчас не помогать там, не знаю, не делать что-нибудь, не прокачивать себя в этом? Сейчас с людьми, людям помогаю так же. Ну, тебе не нравится и только из-за денег. Ну, мне точно не нравится. Сейчас говорю, что я устала от этого. Я не могу сказать, что совсем не нравится. Просто устала. Ну, вот сейчас ты отдыхаешь, а в понедельник на работу, а ты говоришь, что ты не хочешь. Да, Афин. Ну, я подумал, что надо надумать новое. Всегда надо в жизни что-то менять. Наверное. Перемена всегда к лучшему. Да, надо что-нибудь придумать. Ну, просто делать что-то надо, если хочешь поменять. Ну, это понятно. А что, понятно, а не делаешь лет-то много уже? Для этого надо, чтобы мне дали хорошего пинка. Потому что я такой человек, я вот, да я долго раскачиваюсь, но потом вот у меня щелкает что-то, я делаю. Ну, так щелкает, это что у тебя в голове? Зачем ждать от кого-то? Вот надо, значит, чтоб щелкнул. Значит, все не совсем до этого дошло, чтоб щелкать ничего. То есть, все-таки еще пока не хочется, не готова еще? К переменам, наверное, нет. Таким глобальным. То есть, все-таки ты в каких-то комфортных условиях находишься? Ну, не могу сказать, что они прям суперкомфортные. Они терпимые, скажем так. Ну, а что они терпимые? Зачем быть терпилой? Не знаю. Ну, что не знаю. Вот сама сейчас спроси. Если тебе не нравится, то почему бы это не поменять? Я думаю, что лет через пять все поменяется точно. Может быть, и раньше. Но просто, чтоб поменялось, надо же поменять голову. Нужно же что-то начать делать. Нужно же как-то... Нет, понимаешь, если менять, то, наверное, кардинально. Опять, вот пока папа вот сюда останется, а когда вот что-то случится, я думаю, что я поменяю все кардинально. И, скорее всего, процентов 80 из России свалю. И просто буду в свое удовольствие уже. Уже не буду все это делать. Я думаю, что... Ну, а если сейчас начать подготавливать эту платформу себе? Ну, а подготавливать в каком плане? Ну, в своем, в моральном, в физическом. Моральном, я уже, наверное, подготовлю. Если хочешь с животными общаться, там, или еще что-то, может, как-то надо себя прокачивать, там, помогать, не знаю, уличным, там, или еще что-то. Уличным и так помогаем, да. Вот, как-то себя там больше... Приютом помогаем, уличным помогаем. Это-то все есть. Не, ну, в плане не деньгами помогать, а в плане руками. Ну, руками что уличных, кормим периодически. Да не прокормишь, ты же говоришь, что ты ветеринар. То есть тебе же надо тогда себя как-то поднять квалификацию, там, я не знаю, как-то подготовиться к этому. Как? Ну, как? Как практика, действиями. Делать что-то. Делать, не сидеть на жопе ровно, а делать. Да все что угодно. I'm not boo-boo, I'm just a task. Ла, говорит, что ругаетесь, я говорю, да не ругаемся. Я говорю, да не ругаюсь, все нормально. Ну, просто люди, они как бы привыкли вот эту вот суету в голове гонять, а делать ничего не делают. Вечно ленятся и считают, что... Нет, ну, например, вот что делать? Ну, если ты... Ну, я вот у тебя спрашиваю, чем бы ты хотела заниматься? Ты говоришь, я бы хотела там животными. Да, то есть для того, чтобы устроиться на работу в международную какую-нибудь компанию, то есть можно, допустим, устроиться в ветклинику за хорошие бабки намного больше, чем ты сейчас получаешь, да, там, в твоем же Млаосе, либо в Бангкоке в два-три раза больше зарплаты. Тебе для этого что надо? Тебе нужно иметь корочку ветеринара, тебе нужно знания ветеринара иметь, тебе надо понимать, как это готовить, как это общаться с экзотическими животными и так далее и тому подобное. И язык тебе сколько лет, если ты говоришь, что ты хочешь уехать, хрена ты сидишь и ни хрена не делаешь. Я делаю. А что ты делаешь? Что делаю? Ну, ты говоришь, что ты делаешь. Язычу, язык учу. Но опять же, надо узнать, куда ехать для начала. Подожди, что значит знать, куда? Вот мы опять сейчас уходим от этого. Нет, учу английский, да, но надо знать, куда ехать, чтобы знать язык этой страны, куда ехать. Но английский везде нужен. Ты знаешь английский? Ну, на таком уровне, на базовом. Ну, работать ты сможешь на английском? В медицинском плане нет, наверное. Ну, а в чем тогда сейчас затык? Почему ты этим не занимаешься? Надо заняться. То же самое с профподготовкой, с корочками, там, я не знаю, с навыками, с обучением, с читанием. У нас сейчас так много всего в интернете. Это же литература, там, как это, профлитература и так далее. Это же все есть в открытом доступе. Просто надо брать и делать, а не сидеть на жопе ровно. Надо решить, да, что именно... Да не решить, а делать. Надо решить, что именно этим я хочу заниматься, именно для этого я хочу уехать, понимаешь? Потому что просто так это тоже не нужно сделать. Просто так не нужно, ты считаешь? Прокачивать себя по жизни не нужно какими-то новыми навыками? А что, есть какие-то ограничения? Навыков же много. Ну, разносторонняя... Ну, разносторонняя, все, она же классная. То есть можно же во всем себя прокачивать. Ну, все направлено изучать витеринарию, если я потом в ней работать не буду, ну зачем? Ну, а все остальное? Ну, то есть просто лень? Нет, все остальное прокачиваем, постоянно читаем все. Документальные книги читаю. Это очень... А зачем документальные книги читать? А мне нравится. Ну, это нравится, это не считается прокачкой. Это суета. Но, тем не менее, нет. Ты очень много узнаешь. Почему? А что ты узнаешь? Смотря что читаешь. Ну, вот ты что читала? Что узнала из такого, из последнего? Расскажи какой-нибудь пример. Ну, и чем оно тебе поможет? Просто интересно. Ну, это интересно. А я спрашиваю про действия. Я спрашиваю про то, что ты делаешь для того, чтобы поменять свою жизнь, которую ты сама только что сказала в начале диалога, что тебе не нравится. Я не говорю, что не нравится. Давай перемотаю, я тебе покажу. Я сказала, что я от нее устала. Ну, хорошо, от жизни, от которой ты устала. Понимаешь? Я всячески тебе пытаюсь показать, что для того, чтобы что-то поменялось, надо начать что-то делать. Ну, это понятно. А читание какой-то исторической литературы, это исключительно суета. Засорение мозга. Просто отвлечение мозга. Убежай, побег от реальности. Люди ленивые. Убегают от себя с помощью этих всех книг, киношек, сериалов. Да, я знаю, что так и есть. Это все правда. Вопрос. Я, наверное, такая же ленивая, поэтому я пока не начинаю ничего сделать. Когда видишь, ты признаешь, ну, когда ты понимаешь и видишь. Я знаю, что так и есть. И если ты действительно чего-то хочешь, то всегда можно найти, что полезного для себя сделать. Не для окружающих, не для того, чтобы просто убежать от реальности, посмотреть в какую-то историческую хуйню, которая, скорее всего, вообще просто вымысел. Как научную фантастику почитать. То же самое. Потому что фантастику не люблю. Да это не важно. Это все одно и то же, в принципе. А вот. А сделать что-нибудь, что тебе, тебя... Я понимаю, что если меняться, нужно в первую очередь поменять себя полностью. И сделать то, что мне комфортно, что мне нравится, чем я хочу заниматься. Ну, ты не знаешь, чем ты хоть занимаешься. Но опять же лень. Понимаешь, ты правильно сказала, что люди, они ленивые. И чтобы вот это все начать делать, это надо именно вот такая сила воли, не знаю. Ты уже выбираешься, видишь, ты молодец. Ты уже выбираешься, смотришь на другие страны, на другой менталитет, на других людей. Не боишься одна путешествовать. То есть у тебя уже путь положен. Тебе все, что нужно, это просто немножко поменять голову, и потом все сложится. Не обязательно уезжать из страны. Я думаю, что ты права. Нет, я все-таки не пошла. Но это уже совсем другое. Это из серии, что можно вывести девушку из деревни, а деревню из девушки нельзя. То же самое и с головой. То есть куда бы ты ни уехал, если ты голову свою не приведешь в порядок, то ничего не изменится. Везде будет там и китайцы, и корейцы. Полностью согласна. И все остальное, что будет мешать. Нет, китайцам корейцы мои ко всем замечательно отношусь. Просто потому, что... Это ты еще большого количества индусов не видела, да? Ну, в Шри-Ланке там очень большая. Там ланкийцы, индусов много не видела. Да ладно, я так уже шучу. Нет, про китайцы я это говорила, но к тому, что там намного больше именно азиатов, чем европейцев. Ну, там тайцев много, главное, пробанка. Ну, тайцев, корейцев и китайцев. Именно вот они, как туристы, там больше приезжают, чем европейцы. А Вангенг наоборот, здесь больше европейцев. Как все чувствуешь нас? Церковь. Да, вот такие вот у нас тут разговоры, разговариваем. Разговариваем с видом на гор. Как тебе кофеек? Может, что-нибудь шоколадочку дать какую-нибудь, конфетку сейчас принесу. Лай продолжает делать бантики детенышу. Кстати, как тебе бантики? Понравились? Хочется с сеей, Саську. Говорит, пользуется. Ой, ты моя птица. Прилетела ли Оленька? Прилетела моя жопонька. Пойдем орешек дам, пойдем. Лай сделала бантиков еще ребенку. Натали вон там вот фоткает всячески птиц. У них там, у Малова там бассейн, а Лелик что-то как-то пытается пожрать. Я предупреждаю, чтобы она закрыла клетку и не жевала руки. Не-не-не, я не пойду к нему, я издалека. Лелик, да, птеродактиль. Я издалека. Ага. Выгибает свой вот... Леленька. Это я же говорю, бойцовый пес. Мелкий, замри. Контент. О, убирай подушку и садись. Снизу подушку убери. Или может наоборот подстелить, чтобы падать было удобнее. Да просто отбрось ее куда-нибудь подальше. Сейчас. Лафа. А это не упаду? Ну не знаю, не знаю. Смотри, как ты будешь там шевелиться. Так, ты издеваешься, да? Конечно. Но, по крайней мере, невысоко. Поэтому я говорю, подушку под жопу будешь. Чтобы после падать будешь. Дорослабься ты нормально, вытяни ноги. Устройся. Вот так ты и грохнешься, если будешь на бок сидеть. Видишь, сверху у тебя может быть перевес, и ты можешь от палки... А вот, смотри, она вообще перекрутилась. Дай-ка я ее... Ну так давай, раскручивай. Вот так. Вот, самостоятельность. И вот сюда. Вот, красота. Все? Все. Удобно? Да. Что там? Брат поменял масло. А тут вот огромная, толстая, ядовитая гусеница. Только ты ее не трогай, ладно? Поняли, ванила. Таша решила выкинуть эту гусеницу подальше. Жалко же ее. Я ее хотела... Смотри, когда она свернутая, она такая прикольная. Хотела ее зажарить. Она говорит, буду... Сфоткаю свернутая. Она когда свернутая, она прикольная. Я предупредила, что она, если упадет, то ей будет не очень хорошо, но... Я страшилка. Смотри на меня. Она прям толстая такая. Наверное, вкусная. А их не едят, давай. Тубон. People. Ну, просто ask. И назар тубон, Жакин. И не тубон вадья, и все это бонгу миху кин. Нет? Она на поле улетела. И не вадья, и все это бонгу миху кин. Лай говорит, что настоящих вот таких гусениц никто не ест. Едят... Ну, то есть, в нашем языке гусеница, она и гусеница, везде. А здесь они разные? Минейб. Да. А здесь ми тубон, а здесь нету? А ми тубон. А вот аскин. А вот аскины. Example, вот ми, фон бамбу или фон коконат. Фон бамбу, это туме. Туме. Ага. А фон коконата, тудуан. Тудуан. А как по-английски будет гусеница? Как по-английски будет гусеница? Не помню. Вот, Лай говорит, что у них разные имена. У всех этих гусениц. И то, что реально называется тубонгами, это вот типа таких. Их не едят лаосцы, вообще. А едят они только других. Они уже не называются гусеницей у них, они называются по-другому. Вай подкидывает мышку. А та открывает. Крылышки свои. Летающие мышки. Давай, флай. Ты можешь делать ток фрум для меня. Красота. Только не Лена фейс. Тимолюс. Тимолюс. Флайба. А не надо. Опен вин. Опен вин. Опен вин. Ну давай. Говорит, открывай крылья. Ты что, как мешок с какашками? Свободу помогаю. Давай, опен вин. Давай, опен вин. Кто мен-мен? Кто мен-мен? Иди ко мне, малыш. Иди ко мне, пойдешь? Пойдешь? Пойдешь, малыш? Нет, попай. Что, есть? Как плачет? Мы ждем Диму. Дима должен принести капусту. Алай будет готовить корейскую традиционную еду. Называется чан джамён. Она уже приготовила черный соус. Лучок. Картофан. Нет, корей же. Мяско. Это Китай. Да? Говорит, что если супер-супер оригинал, старые-старые добрые времена, это вообще от Китая пошла еда. Но, говорит... Или чампу Китай. Ну, короче, мы едим это как корейская еда. Поэтому для нас это корей. Он там соус и так далее. Ждем. Ждем, когда Дима капусту принесет. Да. А где? Как нам там? Долго несет. Лай готовит шан джамён. Я режу капусту, а ребята вон на клетку прикручивают юбку. Ободок. Алёли всячески на них ругаются. Лай порезала, если горит. Теперь у нас будет еда с кровью. Вырезала себе кусок просто мяса. Крутят юбку для клетки. А то вот он какает, и потом ходишь по этому. Да, Лёленька? Будет у тебя юбочка? Ребята такие раз в Кавай подошли такие. Говорят, вкусно. Пахнет, интересно. На раздачу такие, на раздачу. Будем кушать. Я говорю, никто не знает, как должно быть, Лай. Она говорит, должно быть чернее, не так жидкое. Я говорю, никто не знает, как должно быть, поэтому... Это же корейская юбка. Да, да, да. Только корейцы, да. Да, 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 да. Так что, Лай, ты не переживай. Да, да. Не, ну юдуин как пьяк. Нет, нет ни пьяк. Все, говорит, пошли. Мы еще Никиту звали. Я ему даже вон тарелку привезла. А он, как обычно, какашка говорит, что я уже поел. Танюха, если ты наш смотришь, вот, я тебе жалуюсь на сына, на твоего. А у нас... А вот для Никиты. Пустая для Никиты. Давай, расскажи мне, как тебе... Вот что ты мне только что говорила, тоже что-нибудь расскажи. Ну, что говорила, что здесь шикарно, классно, и, блин, и в такие моменты хочется здесь остаться. Прям здорово. Ну, вот, будешь считать, что Лаос волшебный пендель, который перевернет твою будущую жизнь. Да, как вариант. Здесь клево, реально круто. Единение с природой, помню. Единение с природой. Тебе хорошо добраться. Спасибо большое. Костяке приветы, девчонкам своим, привет. Хорошо. Всего тебе, да. Все, кто будет ехать в Лаос, всех будут направлять в ресторан привет. А, это да, это в привет, это туда. К Костюку уже. К Костюку и К Клени, да, ко всем. Вот, тебе тоже, да, заходить. Так что здесь классно, круто. Хорошие дороги тебе, давай, пока, пока, проводим. Мы тебя проводим. Да, да, да. Мы тебя проводим. Сору себе несколько штучек, да, 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 да. Тут не доедут. Возьми, ты попробовала уже? Да. Осторожней так, чтобы гусениц нигде тебе не попался, а так, да, а так рви. Можешь побольше рвать, вообще, сколько поместится, столько рви. Ну, а может, мы доехали до дома? Ну, может, ты сейчас по дороге еще съешь? Вот так вот. Возьми еще. Ну, давай еще немножко. Как называют стали? Да, я не помню. Так что, да, кислятина, которая лаоса, ну, там внизу, смотри, сколько они. Да? Да? Так что Натали завтра отчаливает до дому до хаты, летит на самолете на своем. Через Шанхай. Через Шанхай, домой в Россиюшку. Поэтому пожелаем ей счастливого пути. Спасибо, спасибо. И пусть у тебя в жизни будет все хорошо. Да. И удачи тебе побольше, и радости, и солнышка, и люби все, что тебя окружает. Тогда все, что тебя окружает, будет любить тебя в ответ. Да. Вот, давай, все, пока-пока. Спасибо. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует...